Эти люди хотят поймать историю за хвост. Для многих из собравшихся история Нижнекамска – это профессия, для других – хобби. Их главная мечта – написать большую книгу, в которую войдут интересные факты о рождении и развитии города и промышленного узла. Есть поэтические сборники на русском, на татарском языке. Каждое предприятие выпускало свои книги о своих коллективах. Но одной большой, единой книги по истории города у нас еще не существовало. И мы считаем, что к 50-летию города обязательно нужно издать большую книгу энциклопедического уровня об истории города Нижнекамска. Все собравшиеся станут составителями книги, работа над которой продлится в течение двух лет. У каждого в запасе имеются десятки уникальных историй, которые сделают эту книгу эксклюзивной. Факты эти берут свое начало с самого основания города. После того, как изыскатели подбирали место, предложили три места. Первое было недалеко от набережных Челнов, в трех километрах от набережных Челнов. Второе место – это там, где сейчас находится химкомбинат, это в районе села Соболекова. А третье место – это в районе деревни Афанасова. Вы только представьте себе, если бы выбор пал на территорию близ набережных Челнов, Нижнекамска могла бы и не быть. Но судьба распорядилась иначе. Строительство комбината началось на месте непроходимого леса, а вот город строили в поле. Вначале здесь вырос поселок Нижнекамский. Ну а уже 22 сентября 1966 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок преобразовали в город Нижнекамск. Наверняка многие знают, что при строительстве города применялся труд условнослуженных, условно освобожденных. Это тоже один из немногих городов тогда еще Советского Союза, где вот такая рабочая сила применялась. Конечно, все это накладывало определенные, как сказать, отпечатки на работу и сотрудников милиции. Прошли годы, и этот факт тоже канул в лету. Собравшиеся летописцы на этой теплой встрече больше делились воспоминаниями. Для многих последние 50 лет – это их личная история. Все принесли редкое фото, кто-то даже фактически музейные экспонаты, среди которых и знаменитые талончики на продукты. Уложить 50-летнюю историю в одно издание непросто. Уникальность этой работы состоит в том, что большинство очевидцев тех событий живы. А это значит, что книга получится особенно ценной, а работа над ней приятной и интересной. Екатерина Разина, Максим Липин. Новости НТР.